Настойчивость в спорте может превратиться в выдающееся достижение. В Черкесске прошел межрегиональный юно-армейский турнир по армейскому рукопашному бою Кубок Победы, посвященный ветеранам и героям Великой Отечественной войны. Про торжественное открытие, награждение и чествование гостей расскажет Майя Хамдохова. Федерация армейского рукопашного боя – один из видов боевых искусств, который включает в себя различные виды единоборств. Такой вид спорта вызвал большой интерес у подрастающего поколения. Ведь спорт – это не только про медали, но и про искусство самообороны и защиты. Если говорить о преимуществах, то он менее травмоопасен и предназначен как для защиты, так и для нападения, говорят организаторы. Армейский рукопашный бой совмещает в себе как раз-таки все виды единоборств. Я думаю, наши дети дадут серьезный отпор. От Карачаева-Черкесии выступает военно-патриотический плуг воин. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости – члены жюри и болельщики. Со словами напутствия и дальнейших побед присоединился и замминистра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. Я хотел бы, чтобы вы росли на примере героев, на примере тех героев, которые сегодня повторяют подвиг наших предков. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее воцарила победа, мир, чтобы мы могли продолжать созидать. Желание детей участвовать в больших турнирах усиливается, когда есть воля к победе. В соревнованиях участвовали юные бойцы в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчики и девочки, которые продемонстрировали мастерство и навыки владения приемами рукопашного боя, показали болельщикам и судям захватывающие поединки. Стать примером верности данному слову спортсмены учатся не только в спортивных клубах, но и из истории ветерана Великой Отечественной войны. Именно им посвящен межрегиональный фестиваль Кубок Победы. Пропагандируя такой вид единоборств, у юных спортсменов формируется патриотическое воспитание, которое закаляет их на преодоление жизненных препятствий. Я начинала заниматься КУДО, потом перешла в Зиндакай-Картедо. Когда наш клуб закрылся, я решила продолжить свой путь и прийти сюда. По окончанию юноармейского турнира свои заслуженные медали получили бойцы из Южного федерального округа и Северного Кавказа. В сборной команде из девушек призовые места заняли военно-патриотический клуб «Воин» из Карачаева, Черкесии, спортивный клуб «Арагац» Буденовск и двойной дракон Пятигорск. По словам опытных наставников, победы, как и поражения, даются нелегко. Но лишь в том случае, когда человек поймет, что есть вещи поважнее, чем победы или поражения, только тогда он станет чемпионом.